Тайная доктрина Несмотря на то, что скелет, начало построения Вселенной и тождественность человеческой эволюции дана во всех томах Тайной доктрины, все же главные основополагающие аспекты начал даны в первом томе. Это наиболее трудно для восприятия том, как абстракцию, описание великих понятий и понятийности сделать живым пониманием, не оторванным от природы человека. Попробуем провести некоторое соответствие и тождественность этих понятий. В прологе Тайной доктрины дана вся структура Тайной доктрины, всех двух томов. Даны три фундаментальных положения Тайной доктрины. Первое – это вечный принцип, беспредельный и непреложный. Второе – это периодичность проявления исчезновения. И третье основополагающее положение – это тождественность всех душ со всемирной мировой душой. По планам бытия, для того, чтобы мы могли проследить мысль. Первых три плана бытия – план духовный форум. Заметьте их три. Как три основополагающих принципа. Периодичность, которая возникает с плана прообразов, когда возникает время, являет эту периодичность. И тождественность на плане вещественном образовательном, где шестилучевая звезда, где вся природа, которая проецируется с верхнего плана, треугольник. Треугольник на план вещественное образование. И отождествляется с этим два треугольника – тождественность всех понятий. Также в «Тайной доктрине» даны три аспекта Абсолюта. Несмотря что об Абсолюте мы не можем с вами говорить. Он – непреложный принцип. Это несказуемое. Но тем не менее, Елена Петровна дает три его аспекта. Это абстрактное пространство. Это длительность. И великое дыхание. Абстрактное пространство, или молопрокрытие, которое субстанцией энергии заливает все три плана духа вне форм, концентрируется на плане прообразов, являя корень прокрытия. Это и есть абстрактное пространство. Потом, в дальнейшем, когда начинается дифференциация, она становится матерью рождающей. Абстрактное пространство – матерь рождающая. Длительность или продолжительность, когда не появляется время, концентрируется в этой точке первых три и в четыре. Далее появляется время. Длительность и время. Тождественное понятие. И великое дыхание. Великое дыхание – это есть первый его аспект божественное дыхание. Удивительно то, что божественное дыхание не является великим, потому что оно есть уже первое. И его можно уже исчислять. То, что неисчислимо, является великим. То есть вся вечность, ее можно исчислить в этих циклах. Проявляется именно в жизни с этого плана. План разума и творчества дальше идет. И план вещественный, образовательный и самый плотный проявление. Жизненный ветер или вдох и выдох. И это есть жизнь. Эволюция, как мы знаем, начинается от чистого духа. Который, спускаясь все ниже и ниже, принимает наконец-то видимую и постижимую форму. И становится материей. Три огня Атма Будхи Манос или Атма Будхи Манос, которые концентрируются здесь и становятся единым в этой точке. А потом они, как три в четыре, проявляются на первом плане творения Тхиан Коганов, как разумами. Имеются два в соединении с одним. Получается, сначала есть двое. Для того, чтобы появилось этих двое, нам нужно нечто, что является первое. Первый луч, попадая в то самое пространство, согласно тайной доктрины, делает ответвление вправо. Для чего? Чтобы произошло сочетание. Сочетание в пространстве. Здесь берется другая противоположная энергия. Елена Петровна пишет, луч возвращается обратно. Я все думала, почему так? Обратная эволюция не возвращается. Нет обратного пути. И такое открытие, когда попадает в эту сердцевину или в зародыш, это сердце открывается, рождается второе состояние, и ему нужно силы взять из третьего. То есть тождественную противоположную энергию, соединение плюс-минус, вернуться назад, отдать эту силу в этой точке и видеть третье. Так, в соединении первого, второго и третьего рождается основание. Получается, в соединении есть два, которые являются одним. Поэтому они, суть трое, эта точка, есть первый абстрактный треугольник. Внутри их трое, они слились в единое. И они, суть один. Как же это тогда происходит в жизни? И подсказка пришла от великого труда, который написал Чонг-я Друнг-пэ Ринпачо. Это путь воина Шамбалы. Он рассказывает об этих понятиях или энергии. Открытие предвечно неотъемлемой мудрости в мире, как оно есть, открываемая нами мудрость, не имеет начала, не является чем-то естественно мудрым. Оно является чем-то естественно мудрым. Мудростью космического зеркала. Космическое зеркало – план божественного ума, который является свою тождественность в проявлении тхианкогонических сил. И есть то зеркало – отражение космического зеркала или разума. В тибетском языке есть магическое свойство вот этого понятия, которое может эту изначальную мудрость отобразить как божественный ум, свет божественного ума, дальше в дифференциации проявления более плотных слоев материи. Это понятие называется драла. Дра – это враг в переводе с тибетского. Ла – это над или выше. Так вот, драла – это быть выше врага, быть над ним. Враг – это материя, просто плотное состояние, иллюзия нашего мира. А над этим как быть? А как раз нам дается три фундаментальных положения в тайной доктрины, которые конкретно рассказывают в трех первых станциях первого тома. Там самая главная основа. И если мы это не понимаем до точечного представления этой абстракции, если мы не взяли это в жизнь, мы не можем идти дальше. Для нас эта абстракция останется неживой, механикой. Ну, сотрем эти все рисунки, что останется? Ничего, белый лист. А нам нужно как-то проявлять этих три фундаментальных положения, потому что все едино. Эволюция сознания человека едина. Так вот, драла буквально означает еще необусловленную мудрость, силу этого мира, превосходящую всякую двойственность. Поэтому драла выше любого врага или конфликта. Нельзя присвоить силу этого мира или первых трех фундаментальных положений тайной доктрины, первых трех станций тайной доктрины, первых трех планов бытия, духовне форм, если мы не будем выше двойственности этого. Она всегда, эта сила, доступна, но она не принадлежит этому миру. Она доступна, но никому не принадлежит. Фундаментальный аспект призывания драла – это быть без обмана. Любой обман, который рождается внутри нас, мгновенно рассеивает эту энергию драла. Она не может проявляться, она не может проецировать, она не может соединять этих двух и рождать третье. Только чистота мысли, чистота наших побуждений, возможно, чтобы она призвала эту таинственную, как ее называют в Тибете, энергию драла. Для тех, кто изучает тайную доктрину, я думаю, что вы уже догадались, что это за аспект, который описывается особенно в первом томе и, конечно, во втором тайной доктрине. Мы вернемся к этому чуть позже. Итак, интересно то, что нам в этой книге дают также три проявления этого таинственной энергии. Первое – это внешняя форма, то есть физическое пространство, к которому мы высказали почитание. Оно стало чистым, потому что мы с вами тоже чисты. Наша внешняя форма – физическое пространство. Первое. Второе – внутренняя форма. Это тогда, когда вы чувствуете все ваши тела – пальцы, ноги, рот, руки – вместе, единым организмом. Когда это происходит? Когда вы слышите, вы ощущаете запах. Когда вы ощущаете запах, вы чувствуете вкус. Чувствуя вкус, вы осязаете. По планам бытия это каким образом? Весь звук или акаша находится на плане прообразов. Здесь рождается та самая вибрация или причина звука, если мы ее слышим. Дальше у нас это слышание ощущается запахом. На плане разума и творчества это первое проявление эфира. Запах – белая энергия, белый луч, проникновенность. Величайший аспект – пятый элемент, который имеет возможность своего осознания и сознания проникать во все элементы, становляясь всегда главным. Почему? Он имеет аспект соединения. Он чистый, он белый. Там нет вибрации, ответвления, цвета, звука и так далее. Он начинается слышать запах. Когда вы ощущаете запах, вы чувствуете вкус. Весь вкусовые уже ощущения – это план вещественный и образовательный. И когда вы уже чувствуете этот вкус, вы можете осязать. То есть на нашем плане, на плане проявленного мира в плотном, соединяются все эти три или второй аспект драла – внутренняя его сущность. Призывая принципы внешней и внутренней дралы – это третье состояние. Заметьте, первое – внешнее, второе – внутреннее, а третье – их соединение – внешнего и внутреннего. Что такое переход? В приложении вот этого повествования есть один такой момент. Когда личное переживание этого момента приходит в виде мощного, полного присутствия настоящего момента. Это происходит тогда, когда в тибетском языке есть такое понятие «ветер-конь». Лунг-та. Лунг – это конь, а та… Лунг – это ветер, а та – это конь. Ветер-коня. Когда это происходит? Когда собирается эта проникновенная энергия, когда два в соединении с третьим, а три вместе соединяются, они им суждено, они не могут проявиться. Почему? Потому что произошло слияние всех трех, и они неименуемо будут искать четвертую форму проявления. Это и есть в настоящем моменте. Вы переживаете именно момент состояния своего ума невинный и подлинный. Он безукоризненно свеж. тайная драла есть переживание момента состояния ума сейчас. Это и есть состояние переживания божественного ума. Здесь мы с вами ничего, нас здесь нет. А вот здесь мы уже это можем пережить. Понимаете, если мы призвали изнутри эту энергию, она у нас есть, если мы чисты до такой степени. Что такое переход? Переход когда время сжимается в точку и происходит мгновенное изменение качества сознания. Рассматривая это, мы еще раз можем это пройти. Это первая абстрактная точка пространства. Когда оно вместе соединяется, она ищет проявление четвертого состояния и упадает в четвертое состояние. Так рождается первый кристалл. Три упадает четыре. И он сверкает своим отражением наичистейшего блеска. Почему? Потому что он изначальный, там еще нет затемнения нашего ума. Так свет божественного ума мы можем ощутить только в настоящем мгновении соединения. Ни в прошлом, ни в будущем это сделать невозможно. Только в этой точке концентрации. для того, чтобы произошел этот переход, нужна изначальная энергия, начало всего. То есть единый вечный принцип, как на сущей тайной доктрины, периодичность и тождественность всего сущего со всемирной душой. Или началом, то есть два в соединении всего, в соединении с одним, потому они суть трое, и все они суть трое, есть один. Четвертое состояние, трех вместе, первый кристалл. Проявление возможно при слиянии всех трех принципов в один, и тогда может проявиться четвертая или форма. Великий закон, три в четыре, можно рассмотреть эти понятия, нам помогают в тайной доктрины числа и геометрия. Рассмотрим быстрый треугольник Пифагора. Ему в тайной доктрине масса посвящена слов, тем и понимания. Три в четыре таинственное и в то же самое время самое откровенное понятие в тайной доктрине. Первейший великий закон. В треугольнике Пифагора три как три первых плана бытия упадают в четвертое состояние. Три в четыре. Если мы возьмем три стороны, заметьте, первая, вторая и третья упадает в точку слияния в ту самую четвертую или форму, которая в дальнейшем даст эту проекцию. Треугольники мы можем с вами найти здесь. Три треугольника. Да? Первое, второе, третье, которые также концентрируются в четвертом состоянии. И я хочу сказать, что вот эта геометрия внутри треугольника Пифагора, она бесконечна. Если вы, изучая тайную доктрину, попробуете три в четыре внутри Пифагора находить, вы будете это находить беспрестанно, потому что это число, оно не стало для вас формой, оно стало не формой, вы поняли внутреннюю сущность, и она стала живой. Поэтому числа, они перестают быть цифрами, потому что они дышат и свободны в своей геометрии, они становятся божественными, они становятся Богом. Поэтому Бог это геометр и число это геометр. И число это Бог. Дальше у нас есть три в четыре, я быстро хотела сказать о логосах. Каким образом? Первый логос, второй логос, который ответвляет, этот луч и берет эту энергию из пространства, чтобы вернуть, и третий логос. Три, в четыре они упадают, и мы можем с вами по планам бытия в четвертом состоянии иметь первый творящий логос. Великая четверица, форма концентрации, план молопрокрытия, Акаша, Джью становится Афахатом в этом состоянии. Божественный ум, первое сияние от единого, план разума и творчества, когда Афахат начинает свое действие единым, единой иерархией. Это семеричный луч, который пронзает пространство. иерархия иерархия тхианкоганов. Она только потом называется по-другому. Тхианкоганы, тхиани Будды, Манушья Будды и Бодхисаттвы, которые на плане проявленном уже рождаются как люди. Они имеют разное название, потому что здесь идет преломление света, здесь идет преломление звука, здесь идет преломление света, потому что уплотнение пространства материи уплотняется. Иерархия едина, названия разные. Также три в четыре мы можем рассмотреть планы бытия. Первых трое в абстрактном треугольнике, которое собрано, упадает в четыре и дают первую семеричную звезду. Концентрируется в этой точке, в этой великой изначальной троице, упадает в четвертое состояние и появляется первая великая четверица, она план разума и творчества. Этих трое внутри концентрируются и дают свою семеричность как три в четыре. С треугольниками первый треугольник дал три, упал в отожестление и он стал семеричным. Два треугольника три и три, седьмое состояние в центре. Три в четыре, три в четыре, три в четыре, всегда действует один и тот же закон. Ахи, они точно так же действуют. Есть ах, как вдох великий. Три первых плана духом неформ. Вдох, есть состояние замирания, это план прообразов, откуда все начинается, вся эволюция человеческая, да, и дифференциация. И великий выдох, хи, на последующих четырех планах материального мира. Ах, хи, вот так действуют эти великие змеи мудрости или тхианкоганы. На всех планах бытия концентрируется на плане разума и творчества. Символ семилучевая звезда. Вы, наверное, в тайной доктрине видели и слышали такое выражение «совокупность всех недан основывается на четырех великих истинах». Совокупность всех недан это двенадцать или три. основывается на четырех истинах. Четыре плюс три. Будет семь. Тот же закон, даже в этом мы можем проявиться. Три и четыре. Семеричность. Во второй станции в шлаке четвертом дается число. Елена Петровна пишет 113 мы умножим на пять и получим пятьсот шестьдесят пять. Чего такое? Для чего она нам это дает? Если мы вникнем в суть этих чисел, мы поймем их дыхание жизни. Две первых цифры. Это же двое, да, две единицы. А дальше идет три. То есть они рождают третьего. Это третий кто? Пять. А кто такой пять? Это человек, символ человека. Рождается человек. Дальше пять и шесть у нас шестнадцать. пять, шесть и пять в сумме шестнадцать или семь. Это число концентрируется сюда. Что у нас получается? Два, три, пять и семь. Три, двое, едины. В четвертое состояние форма, это форма пятеричная, и эта пятеричная форма, есть семеричный человек. Вот так вот открываются эти числа. Дальше Елена Петровна пишет, мы пятьсот шестьдесят пять можем рассмотреть в таком аспекте, пятьдесят шесть целых пять десятых умноженное на десять. Обратите внимание, что здесь знак умножения, он тоже явно символичен. Получается одиннадцать и пять. Далее десять. Что это такое? Одиннадцать. Два принципа человека, один и один, это два луча, в движении креста являют рождение третьего, и он есть десять в конечном итоге, как этот самый единый луч прихождения пространства. Так, человек, два принципа в человеке в движении креста являют рождение третьего или десять. Получается так, что есть у нас форма внешняя и есть у нас форма внутренняя. То есть и есть еще соединение этого и рождение силы. Сила движения как проявление. Как только трое сливаются в единое состояние, то оно готово проявиться. И теперь бы я хотела разобрать этих три великих положения по важным понятиям теософия, теосов и теософское общество в этих трех аспектах. Что такое теософия? Это тот самый вечный единый по первому положению принцип божественная мудрость. То есть есть внутренняя изначальная мудрость теософия. Это внутренняя форма. Есть теософ форма тонкая, которая соединяет внутреннюю сущность теософии в проявлении тела сознания. Человек рождается отсюда. И есть теософское общество, внешняя плотная форма в этом проявленном мире, самое грубое проявление. Если существует этих три понятия, значит существует три качества сознания. Сознание, которое стремится к внутренней форме изначальной мудрости, это искра этого духа, оно оживляет это сознание. И человек, утончая и очищая свое сознание, больше раскрывает этот свет. Для того, чтобы это делать, необходимо знать, что существует изначальная энергия, единая непреложная сущность, внутренняя духовная сущность, которая есть в любой проявленной форме. Только мы ее не видим, потому что мы находимся в слишком плотном состоянии сознания, в плотных энергиях, которые не могут быть проявленными, не могут проникать и соединять все формы. Эти знания даны в тайной доктрине, конкретно в первых трех станциях, в трех фундаментальных положениях тайной доктрины. Второе состояние это двойственность, чувственный мир. Для того, чтобы человек утончает, очищает свое сознание, больше раскрывается. Получается, когда мы в этом двойственном мире находимся,